Сегодня в Киев прибыла неожиданно, ну все эти визиты у нас неожиданные, потому как о них заранее по соображениям безопасности не объявляют, но вот тем не менее в Киеве сегодня появился посол Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций, Лиза Томас-Гринфилд, и она заявила, что вне зависимости от исхода сегодняшних выборов, Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину, заверила в том, что на сей предмет в Конгрессе существует двухпартийное большинство, но при этом есть любопытное заявление господина Салливана, советника президента по национальной безопасности, который подтвердил, что между Вашингтоном и Москвой ведутся некие переговоры. Об этом еще ранее сообщала газета Wall Street Journal, но поначалу Белый дом это не комментировал. И вообще в прессе стали появляться разговоры о том, что и не только в прессе, в кулуарах заговорили о том, что, мол, американцы не то чтобы надавили, но настоятельно посоветовали администрации Зеленского, точнее офису президента и личного президента Украины, скажем так, чуть-чуть-чуть-чуть сбавить накал риторики. И вот уже, если раньше Зеленский говорил, что он не поедет на Бали навстречу большой двадцатке, если там будет присутствовать Путин, то сейчас вполне вероятно в какой-то форме он принят. То есть вот позиция чуточку смягчилась. Как вы можете это интерпретировать, вот вы лично? Что касается поездки на Бали, то я здесь не вижу никакого смягчения, по той причине, что Путин, судя по всему, не едет. То есть на самом деле вроде бы и тема исчезла. По крайней мере, последняя информация, что Путин не уверен, что он поедет. Обычно это предшествует тому, что никуда не едет. Поэтому, если там не будет Путина, то и темы нет. Что касается вот таких нюансов, поедет, выступит, будет там Путин. Да, это важно, но это не критично совершенно. Принципиальной является позиция Украины по вопросу мирных переговоров с Россией. Мне кажется, сейчас прозвучали все необходимые слова. Что никаких переговоров до полного освобождения украинской территории, выплаты, репарации, наказания военных преступников. И на этот счет американцы ничего не добавили. То есть вот совершенно очевидно, что есть на Западе, не будем скрывать, и в Америке в том числе, есть довольно мощное лобби, которое хочет найти вот так называемую форму компромисса за украинский счет. Ну, достаточно назвать Илона Маска, и он далеко не один в Силиконовой долине. Есть мощное лобби в странах третьего мира, так называемых странах. Вот если посмотреть, скажем, на страны залива, монархии залива, Саудовская Аравия, Эмираты, безусловно, в этот ряд можно включить и Бразилию, в которой, как прошлый президент уходящий Болсонара, занимал очень такую, скажем, умеренную, в кавычках, позицию по отношению к войне, то есть тем самым как бы не выражая готовности осудить российскую военно-агрессию и геноцид, который сейчас совершается на украинских землях российскими войсками. А нынешний президент, выбранный президент, сейчас Лула, он просто сказал, что в войне виноваты оба, и Зеленский, и Путин. То есть как бы мы видим ситуацию схожую и в Южной Африке. Там вообще прошли несовместные такие микроучения военно-морского флота в России и Южной Африке. То есть тренд такой есть в мире. Но с другой стороны, все-таки западные демократии ориентированы на избирателя своего. В Америке цифра 70% поддержки Украины вроде бы держится стабильно. Причем как бы она идет с обоих сторон. Это, пожалуй, единственный консенсус между республиканцами и демократами по любому такому серьезному вопросу. Вот просто нет другого вопроса, по которому можно найти было уровень поддержки сопоставимый с двух сторон. Как ни странно, в Европе надежды Путина на то, что ситуация, значит, меняться с наступлением холодов, они тоже не оправдались. Ну, понятно, но тем не менее, Путин возлагал огромные надежды на Италию, на итальянские выборы. Вот пришла Джорджа Мелони, так она вообще сделала заявление тут похлеще и похлеще Джонсона. То есть, в целом, на самом деле, есть тренд, который не двигается в путинскую сторону. К сожалению, конечно, это не решает проблему поставки Украине самых необходимых сегодня наступательных вооружений, потому что все равно, что бы ни делала Европа, и Германия, и Франция, и Италия, и другие страны НАТО, понятно, что только Америка может внести решающий вклад самолетами, дронами, танками. То есть, это все равно американская инициатива. Но мне кажется, что общий фонд сохраняется позитивный, и поэтому пока мне трудно сказать, насколько вот эти заявления Салливана, они имеют практическую реализацию. Поднялся шум, кстати, по поводу статьи, структурированного в Вашингтон-Пост. Я вчера потратил час времени на Твиттере, атакую Салливана, в общем, и задавая кучу неприятных вопросов. Ну и видно, что о чем бы там Салливан с Патрушевым или еще с кем-то не говорил, все-таки им приходится оправдываться. Но пока нету готовности действительно изменить курс реально. То есть, курс на то, что надо поддерживать Украину до ее окончательной победы, он пока сохраняется. Но я повторяю, в лобби это никуда не делается, оно существует. И будет интересно посмотреть на высказывания политиков американских после выборов. Одно дело, сейчас мы анализируем ситуацию и даем какие-то сценарии. Другое дело, услышать слова того же Кевана Маккарти, который уже станет не лидером меньшинства, а лидером большинства. И посмотрим, что он будет говорить даже еще до вступления в должность в январе, что он скажет через два дня, когда станет понятно, что ему предстоит принимать какие-то уже серьезные ответственные решения. Продолжение следует...